Переутворить энергию ветру у электричности, забеспечить помешкание свежим, али прыгатым теплым поветром. Юные доследчики Саслуцка представили свои распроцовки на Московской инженерной конференции школьников «Потенциал» и на Балтайском науково-инженерном конкурсе у Санкт-Петербурга, где завоевали шматлики образовые места. За идеями распроцовщиков познайомилась Алена Витко. С выгляду невеликая прилада, а на справе важная и актуальная распроцовка. И она дозволяет перетворать энергию ветру у электричность. Идея такой конструкции у Тимофея Стамбруска заявилась подчас поездки за Мяжу. До ее реализации приступил одразу после вертания уродный Слуцк. Колебания происходят за счет эффекта кармана. То есть воздух при обтекании цилиндра начинает образовывать позади него завихрения. Вот эти завихрения привозят к колебательным движениям трубы. Эти колебательные движения мы уже с помощью системы рычагов передаем на генераторы. То есть при движении вращается ротор и вырабатывается электричество. Далее мы это электричество накапливаем на батареях и уже можно его в дальнейшем использовать. Разом с Лизаветой Грынюк и подкеравнистом наставника физики, они зарабили мини-аналог ветру установки. А дразни не у том, что вагани не залежат на промоку потоку по ветру и для працы хобить меньше худкости ветру. Подобные конструкции можно выкористовывать не только на ветронных электростанциях, а и на дагах, шмат поверховок и приватных домов. Но это не одна распроцовка школьников. Это рекуператор типа иншему прилады для проветривания помешканью. Такая распроцовка позволяет экономить тепловую энергию, завоспечивать покой теплым и свежим поветром. Працуя это так. Холодный поветро, которое поступает из улицы, проходит и вот тут награется за кост теплого, которое выходит помешканья. У распроцовцев выкористовывали другосную сыровину. Пластины с алюминиевых банок, утепляльник, сайдинг и трубы. Капусьо працовало додали плату, реле, а так само датчик для совязи с мобильным додатком. Для дополнения к автоматизации мы разработали мобильное приложение. Вы подключаетесь к нашему устройству по Bluetooth-модулю и можете автоматически контролировать работу. То есть там высвечиваются показания температуры, влажности в помещении, которые есть, а также есть клавиши, которые отвечают за автоматизацию. То есть мы нажали клавишу «автоматический режим» и уже благодаря тому, что мы написали код, там стоит минимальный максимальный температурный порог. То есть рекуператор сам включается и выключается. Только за прошлый месяц это юные баноходники Сослуцка отримали 15 дипломов. Свои распроцовки не представляли в Минске, в Москве и Санкт-Петербурге. Конкурсанты были очень сильные, конкуренция тоже была очень большая. Глядя на горящие глаза ребят и когда они получают высокую оценку профессионалов, научного жюри, экспертов, различных вузов и так далее, конечно, это здорово. Напруженный график у юных доследчиков и у лютым. На Пероде областный этап конкурсу «Техноинтеллект» и финал «100 еды для Беларуси». Алена Виткотя не захотела, агентство «Теленовин».